Пока я с утра покорял Стельвио, семейство мое нашло здесь фантастически красивое озеро с очень чистой водой, прям невозможно чистой водой. Я думаю, что так не бывает и оно нарисовано, потому что не может быть в озере такая чистая вода. Вот здесь реально глубоко, так по виду кажется, что метр три глубина, если не больше и при этом отчетливо видно каждый камушек на дне. Если я отсюда кину монетку, то можно будет разобрать сколько это евро, один или два. Офигенное место. Наш номер в Alpina Residence. Двухспальная кровать, куча шкафчиков. Вот это двухъярусная кровать открывается, здесь дети спали. Санузел, к сожалению, занят, я вам его не покажу. Полноценная кухня с микроволновкой, холодильником, плитой, со всем что надо. Я так понимаю, что люди сюда приезжают, в большей степени сами готовят. Это горнолыжный курорт. Как выяснилось еще в Вероне, я лох и забыл спаковать фен, за что чуть не поплатился жизнью, потому что жена без фена никак не может. И вот во всех гостиницах и квартирах, вернее, во всех квартирах везде фен был, а в этой не оказалось. И на ресепшене сказали, ой, ну извините, у нас было три, но мы, короче, их уже раздали. Паника и истерика. К счастью, вот в этой гостинице добрые люди одолжили мне фен на полчаса, оставил им депозит 20 евро. И все, спасли мою жизнь. Спасли и красоту жены, и мою жизнь. Собираемся уезжать из Альп. Расскажу в двух словах о месте, где мы жили. Отель называется Alpina Residence. Населенный пункт Зольда или Зольден. Только не тот Зольден, который в Австрии, а тот Зольден, который в Италии. Гостиница состоит из нескольких зданий. Одно, второе, третье. И, в принципе, она очень клевая. Такая для семейного отдыха. Единственное, что рекомендую сюда приезжать со своим постельным бельем, что иначе с вас лупят по 12 евро в сутки за каждый комплект белья. Сам населенный пункт состоит практически из отелей и очень мне нравится, что они все так или иначе в одном архитектурном стиле в австрийском. Вот так мог бы выглядеть Буковель, если бы не был так похабно застроен, как он застроен сейчас. Шикарное место. Здесь, я думаю, очень много и трекинговых маршрутов. Есть два подъемника горнолыжных. Сейчас уже на лыжах никто не катается, потому что ледник, на котором еще есть снег, он намного выше. Вчера на Стельвию я видел лыжников, здесь уже на лыжах, конечно, нет. Ну, для вело, для пешеходного, туризма. Обалденная белья. Я думаю, что оно одно из сотен, если не тысяч таких мест в Италии и в Австрии, но я не жалею, что случайно мы здесь оказались. Случайно, потому что я искал какой-нибудь отель поближе к Стельвию и к велопрокату одновременно, и вот это место на букинге было за вменяемые деньги, поэтому мы здесь поселились. Очень клево. А сейчас едем к Нойшу Эйнштайну, посмотрим тот самый сказочный диснеевский замок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Цены на подъем, конечно, такие. Думаю, уговорить семью подняться на канатке наверх, но придется заплатить 42.50 за подъем, за всех, и где-то 38 за спуск. Непогано. Удивительно, но на этот раз на границе между Италией и Австрией был закрыт прямой проезд, и нас повели через пограничный пункт, где стояли пограничники и выборочно проверяли машины. Перед нами ехала такая же Mazda 3, но на словацких номерах их остановили, что-то порасспрашивали, пропустили. А я подъехал, поздоровался, и мне сразу сказали проезжай. Немецкие номера, арийская внешность, и пропустили без проблем. Но вообще первый раз я вижу подобное в Европе, чтобы между странами был хоть какой-то контроль. Второй раз проезжаем через Австрию, еще нигде не останавливались, поэтому решил остановиться в каком-нибудь придорожном ресторанчике, чтобы хоть считалось, что мы были в Австрии. Ну, надо сказать, что вид не самый плохой из террасок. Вполне можно пообедать здесь. Ресторанчик, правда, такой маленький. Одна тетенька, она же хозяйка, она же официантка, она же... Посмотрим, что она нам приготовит. Ну, какие-то неплохо. Заказали по шницелю и по наггетсам. Мы же в Австрии, как не съесть шницей. Я тут еще пересплатом занимаюсь. Молодец. Приехали в замок Нойшвайнштайн. Вон там он у меня за спиной где-то видел. Если соберетесь ехать сюда, нужно быть готовым к тому, что, во-первых, от паркинга до замка полчаса ходу. Паркинг 6 евро. Во-вторых, попасть в замок можно только с экскурсией. И вот мы пока не попадаем, потому что ближайшая экскурсия в 6.20 вечера, а сейчас только 4 часа. Поэтому решим. Либо сегодня позже, что вряд ли, либо уже завтра утром. Ну, пока пойдем посмотрим на него снаружи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, если соберетесь к Нойшвайнштайну, готовьтесь к тому, что, во-первых, придется походить вверх. Очень даже нормально. Сам замок вокруг замка не очень интересно обходить. Потому что, во-первых, он на реконструкции, во-вторых, с близкого расстояния особо его не рассмотришь. На экскурсию внутрь, чтобы попасть, надо закладывать часа два еще сверху. Я не уверен, мы, наверное, так и не соберемся. Но зато, если подняться еще выше на мост, с моста абсолютно шикарный вид на замок и на другую сторону на ущелье. Но на мосту довольно ссыкотно и прохладно, стоит взять с собой ветровку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маленький отель в маленьком селе рядом с Нойшвайнштайном. Вот это я букал в последний момент, поэтому немножко очкую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одна комната. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жить можно, на одну ночь пойдет, если бы еще не стоил 130 евро, было бы вообще хорошо. В общем, мораль всей басни такова, не букайте ничего в последний момент. И цены будут не очень, тем более вот для таких туристических мест. Но я хотел что-то рядом с Ночь Вайнштайном, потому что был уверен, что мы либо утром туда будем мчаться, либо вечером после него уже не захотим далеко ехать. Поэтому вот так. Ну тут еще озеро рядом есть, в общем, хороший, нормальный такой старенький семейный отель. Зато можно представлять себе, что это отель с историей, он семейный, дядечка его держит, наверное, с молодости. Да ну что, прикольно, у нас все живье разное, все живье по своему прикольно. И только убирать можно было. 130 евро. Это да. Вообще прикольно получается, у нас за всю поездку все жилье разное. Сначала две ночи в Бероне, практически в центре города, именно в городской квартире. Потом одна ночь на озере Виталий, в такой квартирке прикольной, полугородской, не знаю, полусельской. Ну, по-своему прикольной. Потом две ночи в Альпах на горнолыжном курорте. Сейчас ночь в малюсеньком вообще баварском селе, в такой вот семейной баварской гостинице. И следующая ночь в Мюнхене, в каком-то бизнес-выставочном центре. При нем отель. И там уже такой именно отель-отель. Очень круто, я очень доволен. Мне нравится. А еще мне очень нравится, когда парковки подсыпаны вот таким гравием. Так прикольно он шелестит под колесами. И не асфальт, и не грязь. Круто. Конечно, ремонтик в гостинице не помешал. Особенно с торца она выглядит не очень. Но я думаю, за счет того, что она так близко расположена к Тонш-Ванштайну, такие вот шнеперы, как я, ее и снимают на букинге. То есть фасад еще хоть как-то примарафечен, а тыльная сторона совсем подободрана. Там что-то посчитано? Там просто розовое, да, уголе. Если это 40 лет назад красилось, то может 20. Вчера вечером пошли ужинать, забыл с собой камеру. Здесь вот это вообще село, село очень маленькое. А в 10 минутах ходьбы есть уже небольшой городок. Такой симпатичный, как обычно, центр. Более исторический за крепостной стеной. Вокруг более новое здание. Очень приятное. Нашли там итальянский кафе, ресторан и пиццерия. Отлично поужинали, как обычно, конскими порциями. Но в этот раз мы были умнее и заказывали детям уже одну пиццу на двоих. А на обратном пути бесились с детьми, бегали, и я жахнул свой пиксель. И теперь у него чуть-чуть разбит экран, что неприятно. Ну ничего, зато вчера прямо оттуда из ресторана купили билеты в Леголэнд. И последний день отпуска у нас будет в Леголэнде. Место выглядит абсолютно шикарно. Я надеюсь, что в жизни оно окажется не менее крутым, чем по отзывам и по картинкам. Поэтому сейчас собираемся, завтракаем и чешем в Леголэнд. Ну такое. Включен в стоимость, и то неплохо. Правильно? Здравствуйте! Покидаем оцей маленький чудовый семейный готель, который потребует ремонта, но все равно очень приятный. С очень приятным дядьком-господером. Наступна запуска Леголэнд. Вот мы и в Леголэнд. Дети аж пищат. Да, Богдан? Кто пищит, а кто скачет? Кто пищит, а кто скачет. Наступна! Наступна! Мы в Леголэнд! Собили билеты заранее. Семейный билет на 4-х человек, которые заходят вместе от 3-х лет. Тяжело это произносить вслух. 150 евро. А так одиночные 42 евро со взрослого. Причем взрослыми считаются все, кто старше 4-х лет. Нет, 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 я соврал. С 3 до... 3 до скольки там? Детские? До 11, по-моему. А с 12 уже взрослые. Практически на входе встречает парк миниатюрных зданий из Лего. Их тут нереально много. Практически на входе встречает парк миниатюрных зданий. Трамваи ходят, автобусы ездят, кафе, парковки. Фантастика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я не знаю, как дети, я просто визжу от этого всего. Блин, Альянс-арена из Лего. С болельщиками, с полной трибуны болельщиков, с паркингом. Это Франкфурт, и историческая его мелкая часть, и огромные небоскребы бизнес-центров. Каналы, корабли по каналам плавают, машины ездят. Офигеть, не надо же специально уточнять, что это все построено из Лего. И Венеция, можно сравнить настоящую и из Лего. Площадь Сан-Марко. Площадь Сан-Марко. Площадь Сан-Марко. Ной Швейнштайн, ты ли это? Только вчера оттуда. Здесь даже он есть в разрезе. Прямо внутри есть большая детская площадка, на которой можно оставить детей и пойти, например, самим по аттракционам. Швейцарская Люцерна. Не знаю, по какому принципу отбирали города для этого парка миниатюрного. Но получилось очень красиво. Тут в одном парке можно час провести, рассматривая все детали, все движущиеся части человечков. Это очень, ну, очень круто сделано, прям вот вообще. Станция фуникулера есть. Это тематический островок Звездных войн. Боже, как это офигенно! Страшно даже представить, сколько времени потрачено на то, чтобы это все собрать. Этот парень должен быть знаком посетителям киевского магазина Planet Toys. Там стоял такой же мастер Йода, только меч держал, по-моему, по-другому. Если бы я еще ориентировался во вселенной Звездных войн, мог бы рассказать, что здесь к чему. Я так понимаю, что каждая инсталляция посвящена какому-то отдельному фильму. Кто-то в комментариях может рассказать, какая к какому. вау! Вот! Вау! Вот! Крещина! Вот такая! Хайта Аллах! Так, теперь я наконец-то добрался до Амстердама. Каналы, мельницы. Интересно, квартал красных фонарей есть? Наверное, все-таки нет. Это же детский аттракцион в большей степени. На точно таком поезде я ездил из Амстердама в аэропорт и обратно. Здесь даже подпись не нужна, чтобы догадаться, что это Гамбург. Один из самых больших в мире и, наверное, самый большой в Европе морской порт. В Европе морской порт. О,! О,! О! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Больше, чем мы в ней стоим Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все эти вещи даже дают детскую лицензию водительскую потом Субтитры сделал DimaTorzok Хендай воспользовался моментом Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но реально вот мы обходим сейчас вдвоем, пока младшая пошла опять на горки. И тут еще часа на четыре, наверное, просто чтобы посмотреть хотя бы все и на нескольких аттракционах еще побывать. Не говоря уже о том, чтобы обойти все. Реально надо приезжать с утра и тусоваться до самого вечера. И на следующий день идти. А на сайте не зря написано, что одного дня, скорее всего, вам будет мало, покупайте билеты сразу на два. Но у нас двух дней, к сожалению, нет, мы завтра уже улетаем. Поэтому что успеем сегодня, то успеем. Хот-дог за 3.30 евро, я при этом сам себе еще и кетчуп наливаю. Вчера, когда покупал билеты на сайте, обратил сразу внимание, там предлагают купить еще отдельно приорити пассы на твои любимые аттракционы. И предлагают они это не зря, потому что стоять по часу в очереди, конечно, за подло. С другой стороны, платить, я вот не помню, то ли 6, то ли 8 евро еще за аттракцион. Это за один аттракцион одному человеку? Да, за один аттракцион одному человеку. О, это немножко больно. Классный аттракцион. Одни плавают на кораблях на пиратских по маршруту. Можно в них стрелять водой, и они могут отстреливаться водой. Мы сюда еще вернемся, я думаю. Это аттракцион с водяными горками, ждать полчаса, но вот до этого уже мы подождем. Сначала заезжают куда-то в пещеру, и потом сваливаются с водяной горы. Мне кажется, наверное, те, кто был в Диснейленде, скажут, что горки здесь слабенькие. Но в целом парк прикольный, за счет того, что это все на тематику Лего, и куча всяких фидурок, и всего остального, поэтому даже эти горки воспринимаются достаточно сложно. За 27 хв в черзи, скільки можно чекать? За 3 евро можно купить и дитячий дощевик, за 4 евро можно купить и дорослый дощевик. Но мы не такие, дощевики, да слабокие. Потому что дальше не можно снимать на аттракционе. Очень клевый аттракцион. Причем вот это не самое стрёмное, то, что видно отсюда. Самое стрёмное, когда ты заезжаешь в пещеру, и тебя спускают спиной с горки. Это было неожиданно. Это, во-первых, неожиданно. Во-вторых, ты полный... Давайте на спину сниму, давайте на спину сниму. Хотя разницы с передом, в принципе, не будет. Красавец. Было круто. Это стоило 35 минут ожидать. СПОДОБАЛОСЬ? СПОДОБАЛОСЬ? Уже. Зараз еще раз педу. Серьезно? Да, я не сказала. Тебе сподобалось? Да, мне сподобалось. Мы все в честь идем. Мы коти. Мы ходили на этот борт, где меньше льна. Так не цикало. А вот нас показано, что мы с ним. Они хотят постариться. Как Саша. Воно ей прям... Я чувствую, как она. Боже, Саша, ноги. Ноги. Насправить не цикает. О, почетнее. Пиратский аттракцион очень крутой. Реально очень. Мы проехались дважды. Один раз посадили на один борт с маленькими детьми, где меньше обстреливают. И я был примерно наполовину мокрый. А второй раз мы сели на следующий борт. Там, где самая вообще жара. Я мокрый до трусов. Хорошо, хоть хватило ума снять рубашку. Деньги делают на всем. 3 евро дождевик для малыша, 4 для взрослого. После того, как ты выходишь полностью мокрый, за 2 евро стоит специальная сушилка, инфракрасная и фенная. Где ты, конечно, полностью не высыхаешь, но хотя бы можешь согреться. Но, тем не менее, вот это самая крутая штука была уже сегодня. Высыхаешь лучше в Антоне для сушилки. Вот так вот руки подстают. Ходишь, ходишь по парку и все равно время от времени возвращаешься сюда в Лего Сити, этот маленький. И каждый раз все равно офигеваешь от того, какой он крутой. Как это можно было собрать? Здесь несколько сотен тысяч кусочков. Сумасшедшая вообще. Я всегда мечтал походить пешком, босиком по газону Олимпийского стадиона в Киеве. Но мне кажется, этот газон немножко круче, чем на Олимпийском стадионе. Просто фантастически мягкий. И приятный. Леголэнду однозначно зачет. Даже не надеетесь, что вы сюда можете приехать на полдня и поехать куда-то дальше. Сюда нужно ехать с самого утра, с 10-ти, с открытия. И тусоваться до самого вечера. И то, скорее всего, вы все не посмотрите. Это было самым очень правильным решением закончить основную часть нашей поездки в Леголэнде. Теперь едем в Мюнхен. Быстренько кидаем вещи в отели. И попробуем хоть чуть-чуть потусоваться в центре Мюнхена. Поесть, попить пиво. Чтобы завтра уже с чистой совестью проснуться, позавтракать и ехать в аэропорт. Хотя, может, завтра еще что-нибудь успеем прихватить. Пока Леголэнд. Было круто. Такие заправки мне нравятся больше. Просто подъезжаешь, вставляешь пистолет, наливаешь сколько тебе надо бензина. Идешь спокойно на кассу платить. Хочешь картой, хочешь кэшем. А вот это самообслуживание полное, когда сначала ужахают 100 евро на карте, а потом ты наливаешь. Ну, блин, не очень хорошо. У меня основная карта, на которой я всем рассчитывался, уже, например, там нет 100 евро. Я бы не хотел сейчас сморочить жопу с другими картами. Так удобнее. Когда смотришь Тур-де-Франс, как-то не задумываешься, что значат эти спонсоры. А вот только здесь я понял, что Сега Фредо это производитель кофе. Сейчас попробую, что за кофе спонсирует команда Ярослава Поповича. Не знаю, чего я ожидал, но обычная горькая пережаренная арабика. Нас им спешл. Даже ловаться на предыдущей заправке, и то, кажется, было получше. Разбавил молоком, чтобы это хоть как-то можно было пить. Эх, где Италия, где ее кофе, от которого у меня даже желудок не болел. Наконец-то мы снова в Мюнхене, потолкались немножко по автобанам. Это какое-то зажопье в восточной части Мюнхена. Бизнес-центры, конференц-центры и все остальное. И более-менее недорогой отель, потому что в центре я ничего за вменяемые деньги не нашел. Но зато в 8 минутах пешком здесь станция и прямая ветка метро прямо в центр города. Я не хочу в Украину. Чому? А там некрасиво. А тут красиво. А в Украине некрасиво? А чому це в Украине некрасиво? Потому что там у меня молока мусала. Покадайте его на петроху. Ага. Только через це не хочешь в Украину? Так. Я зрозумів. Дорога то ли к метро, то ли к городской электричке. Отлично я снял гостиницу. От какой-то жопи. Зато гостиница хорошая. Зато гостиница хорошая. Нет, вокруг гостиницы все клево. Зелено, красиво. Но вот подход станции такой себе, конечно. Оказалось, действительно, что это не метро, а пригородная электричка. И мы прибежали за 2 минуты до отправления поезда. Я прямо как боженька сразу раздуплился, как купить билеты. Выбрал нужные. Все сделал. Поезд как раз прибывал. И этот автомат, нехороший такой автомат, не захотел принимать мою карту. Я профакался с ним некоторое время. Поезд уехал. А потом все-таки принял на уже другую карту. Поэтому мы ждем следующего поезда 15 минут. Ну вот, собственно, мы и доехали до Мариенплац. К сожалению, совсем мало осталось времени с этим Леголэндом, чтобы погулять по Мюнхену. Ну, выбрали развлечения детские. Жаль, потому что Мюнхен классный. Я его очень люблю. Мюнхен. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...